Кадровая пятница. Главе государства Александру Лукашенко представили списки для назначений и согласований на различные должности. Почти полтора десятка человек. Руководить сферой жилищно-коммунального хозяйства теперь будет Геннадий Трубила. Ранее он был первым заместителем ведомства. Во всех обращениях людей на мое имя, администрация президента контролирует этот вопрос, вопрос номер один – это вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Вы должны привносить новинки в эту систему, вы должны жестко контролировать исполнение всего функционала, который возложен на местные органы власти и другие организации. И хотелось бы, чтобы этих жалоб было меньше. Я понимаю, что всегда так было. Всегда чего-то не хватало. То забор не отремонтировали, то крышу, то балкон. Ну, естественно, балкон нам надо ремонтировать. Отдельно каждый человек это не сделает. А вот забор и крышу частного дома надо отремонтировать. Да, крышу многоэтажки мы поправим. То есть надо четко распределить здесь обязанности, и где-то министерство должно подключиться. Ну и общее руководство. Министром транспорта и коммуникации стал Алексей Ляхнович. Теперь уже официально. Экс-министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло, помощник президента, инспектор по Витебской области. Это назначение Александр Лукашенко анонсировал во время селекторного совещания в конце прошлой недели. Новые руководители у «Нафтана», «Светлогорск», «Химволокна», «Агата», «Оршанского льнокомбината» и национальной киностудии «Беларусьфильм». Возглавлять последнее предприятие будет Юрий Алексей. До назначения на новую должность он руководил работой КУП «Гроднооблки на видеопрокат». Юрий Алексей окончил Белорусский коммерческий институт управления, юрист. Гродинский государственный аграрный университет, экономист-менеджер. Академия управления при президенте Республики Беларусь. Трудовая деятельность довольно обширная. Из последних работал главным специалистом, заместителем заведующего отделом культуры Гродинского городского исполнительного комитета. Главным специалистом управления информацией и печати. Управление идеологической работы Гродинского областного исполнительного комитета. Первым секретарем Гродинского областного комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи». Спрос, сразу говорю вам, будет серьезнейший. Почему? Потому что, ну, сколько менять можно руководителя, результата нет. А база неплохая. Не хуже, чем в других республиках, в том числе и России. Ну, видимо, где-то мы недорабатывали и в руководстве. И, может быть, и внимания меньше уделяли. Из всех искусств важнейших для нас является кино. Великий Ленин об этом говорил. Вы это прекрасно тоже знаете. И это действительно так. Это не просто там брошенная фраза. Кроме того, по итогам кадровой пятницы закрыта вакансия и ректора Брестского государственного университета имени Пушкина.